Учебный приказ 28 сентября по заседанию нашего совета, в котором приказывается в проведении 2 октября Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 заполняется все выходящие продуктивные способности. В продуктивном случае ресурсное замедляется в среде пропорционально. В среде ресурсное не наступает к земле и не расходится. В состоянии земли устойчивость, если не наполняется в среде и прочее в условиях, и называется астрономическим, то есть расположение ресурсное состояние к земле и каких условиях. Таким образом, состояние среди называется в неделе, если равно либо устойчивое, либо астрономическое расположение. Воробовое значение – это максимальная высоченная ресурска, для которого это к земле принимает второе значение. То есть ресурс в среде распределяется пропорционально. Для сочетания воробового значения строится система объединения к земле и качественному поровнению. Влижаясь к системе, оболучим воробовое значение один недельный поток, то есть лучшее с бумаги ресурс, больше либо равно воробовое значение. Первый вид ограничения рассмотрен на график на дипломедосказимости. Тут это ограничение на дипломедосказимости считается в том, что множество дуга спитано на ТВ, не пересекающих в воду множество множества магнитных и немагнитных дуг. И прохождение в воду два магнитных дуги уртистывает магнитность дуги на единице. Если количество магнитных дуги достигнет никакого значения К, тогда следующая дуга в дуги должна быть магнитной, если это возможно. Таким образом, не все дуги на исходном графе являются допустимыми. И для решения задачи на дипломедосказимости строится воспомогательный граф, на который все дуги являются допустимыми. Каждый будет на воспомогательном графе с отличными и единственными допустимыми будет на исходном графе. Качество в мире запомним допустимыми будут x3, x1, x2, x4, x3, а недопустимыми будут из-за x3, x1, x2, x4, x4. Для построения воспомогательных граф на магнитных дуга показано на рисунок 1, и для магнитных показано на рисунок 2. В качестве в мире рассмотрен граф C и его распомогательный граф 33. Здесь распомогательный граф C стоит из средних дуга и уравнив. Второй вид ограничения на допустимости это граф культурной допустимости. Здесь множество двух разделано на первую среднюю воду, на непересткающихся воду множества, и прохождение воду из воду множества уже отыгрывает дороги для пройти в множество, в другие из воду множества уже пусть один. В качестве в мире рассмотрен граф G и его распомогательный граф G4. Видно, что здесь распомогательный граф отличается от исполнительной допустимости. В основном здесь существует дезинверситет, из-за геологических компаний. Вторая глава у нас распространяется в сурсове с ингрессой стандартными допустимости и любых аналогов. Здесь рассмотрены в сурсове с ингрессой магнитной и изгентированной допустимости и демиумические ресурсные институты. Дальше предъявление ресурсов расстроится в вспомогательный граф G4 и таким образом в состоянии степи имеет вид вектор функции, то, что перед тем он угроменит T. И ресурс распределяется с увеличением графа. Сначала распределяется ресурсов на первом уравне дезинверситет и через это именно в месте к уравне. За ресурсных сетях с ингрессой недостужимости доказаны теоремы 2.1 осуществования вредного состояния и зависит от его официального состояния. И доказаны теоремы 2.2 осуществования воротового значения. Ресурсные сетях с ингрессой недостужимости, дальше определение ресурсов, расстройство распространения графа G3, таким образом состояние сетях с ингрессой, и для тех, кто может поместить, ресурс распределяется вредного пациента на следующем уравне. Да, ресурсные сетях с ингрессой недостужимости доказаны следующее предрождение обороговое значение и осуществование вредного состояния. Кроме этого, для ресурсных сетях с ингрессой недостужимости доказаны приема о существовании вредного состояния и зависимость от вредного состояния и аминциального состояния от сети. Далее рассмотрим геномические ресурсы для сети. Это ресурсные сети, на которые каждое решение имеет набор увеличений в рабочей способности, и каждый из этих увеличений действует употребляемые миллионы времени. И каждый дешаг эта величина повторяется. То есть, да, 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 это период сетей. И для решения задачи недостужимости строятся беспроводные сеты, на которые каждая решение, каждый из них имеет единственную пропускную способность. В качестве рассмотрены граф-ж и удобство накатывания граф-ж-3 в таким образом состоянии сети имеют вид только функции плюс-3 в тех моментах времени тейп. Дальше, предъявление ресурсов расстроится разверт между четырех, и ресурсов распределяется в раборациональном последующим графом. За динамическим устройством института оказывается следующим теоремам о насуждении врагового измечения и о существовании и действовании предельного состояния. В качестве во времени рассмотрим прислодной граф-ж-1 и его просмотров граф-ж-3 сетей состоит из два варианта всех обязанностей показанных на решениях 3 и 4 на распределение врагового значения на теоретический граф на решениях и на решениях 4 и таким образом мы получим враговое значение и при любом начальном состоянии и при суммальном состоянии равном враговое значение определенное состояние будет следующее и будет единственным. Так, третья глава расположена двух ресурсных секретов. Здесь рассмотрены однородные мексиметрические двусторонние уходы ресурсных секретов доказаны дико достиженности. Двух ресурсных сетей – это ресурсные цели, на которые каждая мужчина имеет двух ресурсов, один из которых является главным. Таким образом, состояние сети имеет и ресурс расследования с предыдущим равном. Внута расследования первые ресурсы сетей, затем расследования второй количеством вероят вероят, вероят. В первых ресурсах есть два источника и вероят. Внута света – в Внута вероят. не происходит. И ответим здесь в два случая. Если зима до первого ресурса не приближается, а затем квадрат, тогда первый ресурс не разливается, а второй не разливается. В любом случае обувь ресурса не разливается. Дальше, определение ресурсов двух ресурсных сетей с магнитной обеспеченностью строится на вспомогательной сетей 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 и таким образом состояние сетей имеет вид двух наборов Q1 и Q2 для первого и второго ресурса. И в дальнейшем определение ресурса, отметим, в принципе, в первой ресурсе, если первый ресурс не приближается главным, тогда ресурс не приближается до четырех шаг, первый и второй шаг где-то для первого ресурса, и второй и третий шаг где-то для второго ресурса. Вторая шаг это когда верхний ресурс не приближается главным, но с учетом магнитности. Здесь тут два шага, в верхнем шаге, сетей является верхний и второй ресурс на верхний уровень до сметки и затем расследоваться первым и второй ресурс на верхний уровень до сметки. Далее рассмотрим ресурсию двух ресурсных сетей с магнитной и скучностей двух дня пропускными способностями. Здесь пропускные способности разбираны на два величины А1 и А2, где второй ресурс не может привлечь от величины второго пропускными способностями. Далее рассмотрим на задачу нахождение воротового разместения. Здесь воротовое разместение через три, убрать закопительство первого ресурса, на котором первый и второй ресурс не приближается в сетей и зависимо друг от друга. Для нахождения воротового разместения через три, построиться в основном гаде Меграут через четыре с одним ресурсом, где-то второй ресурс, и одной пропускными способностями, поскольку у нас в других от здоровья без возможностей. Уже построена система ленинной тормоги 8 с четыре соединения единой, решаем, получаем, и придириваем подход второго ресурса. Чар, второй в приеме воплогательность 4 с кадрами В объятии строятся системы ленинных и проектических уравнений, а также система получила рабочие значения действия. Основные положения, выносимые на защиту, где были это модули юридического, динамического и ресурсного института и ресурсного института с стандартными искусственностью, как обобщение международных моделей и искусственных степей наступки в графах с ограничениями наступности. Второй метод для нахождения варьевознешения вредного работа и вредного состояния в ресурсных степях стандартными искусственностью и в юридических и динамических ресурсных степях. Третий метод для нахождения основных характеристик и в ресурсных степях первого варьевого значения и вредного состояния при любых величинах первого и второго ресурсных. Далее показано обидованные работы, изголиченный вак и остальные бубликации. стандартные достижения. Продолжение следует... 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 Это называется «банное медитизм», это не надо. Ага, спасибо. А у вас есть способ вычисления репейных причин на то, чтобы вы неспособен? Если у вас такой реальный вопрос, может ли вы вычислить это репейные причины? Вы позволяете ваше время. Но вы говорите, что вот у нас есть предельные причины для правильного, например, в дальнейшем выпускном исполнении. Есть ли у вас в работе способы, как вы считаете, предельные значения? Ну вот, это показано здесь, что надо строиться. Надо строиться вот если вы не имеете на гравитическую правильное, вот эта система 1. Если решаем эту систему, мы получим правильное аспортимие. Это когда у нас стандартные достижимости. Вот. И если как у нас есть гравитивная достижимость, тогда надо сразу строиться взлет, и потом на взлет и посмотрим на эту систему. А вот следующий вопрос. Не мог ли вы в качестве предложения для своей работы рассматривать конкретные сети? Да. Да. Грузовый, поскольку Гурганов, который имеется в стиле дорогого изменения. Но поскольку работа теоретическая, мы не добавили этого государства. Какая-то любимая. Но это тоже не проблема. И это было очень много. Но это то, что я не могу сказать. Какая-то тема, которая будет участвовать в основании результат работы, не собирая и переборщика, не собирая. Но это ощущение, что это не составляет. Это вообще не перенемия. В общем, если у вас есть ваше спрашивание, то есть у вас есть ограничение на достижимость, то есть это будет нереально, ну, допустим, вот здесь у нас стандартный бит в достижимости, у нас находится система 1, которая является системой линейных, а в случае с ограничением на достижение, то такая система не работает, и по-моему, у нас не единый. Да, да, ну, как-то, у нас только время для этого не парни, где мы будем сидеть. Да, да, точно, и даже в диссертации там есть примеры, а в этом не. И вот последний вопрос, по-моему, те косинологические достижения, значит, ну, это просто привычное, правда, снародный, так, где я живу, в ключе, в том числе, в том числе, в том числе. То есть в том числе, в том числе в том числе. Чем отличается просто достижение, ассентатическое достижение? Нет такого упомятия? Конечно, это то, что вы как показал, когда нет существует предельное состояние. Мы вам можем быть устойчивым. Вот это, наш, при этом условие. Если это условие не плана, то надо смотреть, если вам это симпатические достижения. А симпатические достижения, скажем, происходят из какого-то начального состояния. При этом условии. А совсем ассентатическое достижение выпадет? Нет, нет, это работа Сильякова. Пожалуйста, приглашайте. Может, поближе к сети? Продолжение следует... Спасибо. — Ваши методы, генеральные стендеры! Главное вопрос, я посмотрю для вас в ответ на специальник измечает организации. Мы говорим про вашему эмулитету, генеральный линию, по разным окружающим образом, границы, зрелизированной, И вот это тоже есть практика, потому что в вашем доме она отразится, что из ваших сетей ресурсов туда не уходит. Он все время там. Да, да. Да, да, да. Но есть самарный ресурс... Какая специальная ситуация? Ну, если самарный ресурс в сетей его постоянный, он начинает распределяется между крышинами. И если ты там заболевает вот это условие для динамических... Подождите, вот, думаю, по поводу динамических, правильно? Вот, допустим, как это применить. Если вы углубанаете вот такие условия, если самарный ресурс в сетей равен на рабовое значение, тогда у нас в любом начальном состоянии, то есть не зависит, как ресурс распределяется между, ну, где находиться в каждой решении, то есть какой ресурс будет на один, который ресурс будет на два. Нам это не интересует. Нам это просто, если вот этот самарный ресурс равен на рабовое значение, иногда за сетей у нас будет вот ведущий едином состояние, он единственный будет. Понятно. Продолжение следует... 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 порогового значения. В формулировке теоремы 2.1 необходимо в яком виде написать, для таких сетей она верна. Формулировка не является полуэргодической, но достаточно, поскольку из-за определения следует, что эргодическая сеть не является полуэргодической, а для нее теорема 2.1 не верна. Либо нужно пояснить в явном виде, почему вспомогательная сеть не может быть эргодической. Следующее замечание. Для двух ресурсных сетей с магнитной достижимостью не совсем понятна установка приоритетов и распределения ресурсов. Что значит с учетом магнитности и предучетом магнитности, когда распределение происходит в сети действующей на вертечении. Ну, замечание по оформлению автореферата. Там представлен ряд теорем, которые всего революции переменные, не описанные в тексте. И последнее, это, конечно, опечатки и погрешностей. Про это уже говорили. Но тем не менее, я считаю, что работа написана очень хорошо. И по вниманию текста эти опечатки не мешают. Ну и позвольте мне зачитать заключение. Отмеченность заключения не снижает порочные практические значимости работы, не ставит под сомнение положительную оценку. Я считаю, что диссертационная работа по будучи в ресурсных сетях с нестандартной раскиженностью советсками учебной степени кандидата физико-математических наук отвечает всем прежнему положению о порядке присуждения учебной степени, а ее автор Хайдар Абдурахман заслуживает присуждения учебной степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.17 теоретически осмотром трагматики физико-математической науки Большое спасибо Спасибо Игорь Михайлович основных тем новая тема ресурсной сети развитая в работах Олега Петровича Геннезового и Геннезового и Геннезового и в ресурсных сетях как рассказывал соискатель решается базовым вопросом о существовании и порогового значения существования питейного состояния такой ресурсной сети сразу забегая вперед и попытая сотрудничества Александр Иванович анализируется в стандартной ресурсной сети такое состояние за счет решения системы антокрорических программений в которых неизвестной причиной как раз является та причина на которую вершина передает по зеленому беду и по совокупности ее можно оценить количество неизвестных причин такого антокрорического сети но поскольку передача ресурсов передается по правилам пропорционально по когда там не возникает и система используется нейронической линией эти вопросы хорошо исследованы и являются относительно много вторая тема которая затягивается в работе это градусы стандартной достижимости и это что одним из на то же является я бы не прокомментировать достижимость подразумевается в графе что вершина x достижима из вершины и это существует соответствующая цепь цепь это совокупные совершенные люди где разная пара инцидентов но если график делятся условно на хорошие экипаки черные и белые то достижимость становится нестандартной но классический вариант который в одной своей работе приводит якобы чипс алекс если себе представить транспортную сеть и бролейбусы едут по участкам маршрутов на некоторых из них можно восстанавливать запасы электрической энергии и не все участки маршрутов то мы используем энергии и тогда маршрут можно строить только по определенным правилам и не все участки подряд используют где идет расход энергии а надо их обязательно чередовать в этом смысле появляется нестандартная достижитель что это существенно меняет теряется базовое свойство на котором работают классические алгоритмы нахождение маршрутов брак теряет транзитивность и для того чтобы этой проблемой избежать были предложены методы решения за счет построения соответствующей размеры брак так что же делает наш соискатель в своей работе объединяет ресурсные сети и рассматривает такие модели в которых вводится понятие нестандартная достижимость и это действительно как говорил предыдущий аратарх нужно иметь научную смелость и возможность провести анализ таких моделей я считаю что это очень интересное направление и полученный существенный язык таким образом тема исследования представляется как доказатель достоверно полученный результат подтверждается апробация основных результатов на международных российских конференциях научная новизна заключает в том что разработаны методы решения о распределении ресурсов сетях с нестандартной достижимости предположенные методы адаптированы для решения задач о распределении ресурсов геномических ресурсов сетях с нестандартной достижимости сетях и введено новое понятие понятие двухресурсной сети значимость для науки и практики полученных результатов на мой взгляд заключается в том что появляется возможность расширения использования так как описание потоков модели по содержанию работы первые главные автор рассматривает подробно понятие ресурсных сетей и основные понятия графа нестандартной достижимости первая глава носит реферативный характер но является существенно необходимой для освещения последующих результатов во второй главе рассматривает процессы распределения ресурсных сетях с нестандартной достижимости и получит ряд результатов по нахождению порогов и предельным состоянием риска в третьей главе вводится новое понятие двухресурсных сети ну и в принципе рассмотрена модель распределения двухресурсов в сетях с ограничениями на сетях диссертантов отсутствуют отсутствуют примеры реальных укладных затрат в которых могут быть применены предложенные текст работы применяются незначительные факторы так как таких соответствуют с нахождение Продолжение следует... 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 Продолжение следует...